Сначала мы думали, ну вот зиму перезимуем и все закончится, вернемся домой. Но, к сожалению, все затянулось. Вот уже мы здесь четвертый год. Там у нас жизнь была, жизнь была все хорошо, проблем не было, работа была, семья рядом, достаток был. Когда мы приехали сюда, мы лишились всего. Мы приехали из Макеевки, переселенцы, три года назад. Ну, приехали зимой. Тяженько было. Весной попробовали взять бролеров. Получилось. То есть вырастили, продали. Доход хороший получился. Шоу, тихо ты. Вот. И как бы, ну, решили продолжить это все дело. Единственное, что нам не хватало денег. На расширение. На расширение, да. То есть мы брали максимум 20 штук. Вот. Ну, этого мало. Весь пчеловодческий инвентарь, он довольно дорогой. Хотя и отрасль эта довольно прибыльная. И поэтому, когда я узнала о том, что проводится эта программа, для меня это была возможность более расшириться и заниматься пчеловодством на таком уровне, чтобы материально я могла обеспечить себя и маму. На те средства, которые мне выделил Красный Крест, я смогла купить 11 ульев, новую медогонку, воскотопку солнечную-то. Я считаю, вот этот проект дает нам возможность людям самим что-то делать. Это в одном лице сразу. И помощь материальная, и социально-психологическая поддержка. Человек находит свое дело, он чем-то занимается. А это основная задача в жизни каждого человека. Научилась и сыр варить, и творог, и сметану. То есть из городского жителя я уже немного в сельского превратилась. Все научилась сама. То есть делаем, и продаем, и сами кушаем. Это было очень большое предприятие для Украинского Редкоства. И планируется, чтобы продолжить это следующий год в операционном плане в Украинском Редкостве. Конечно, зависит от того, что мы получим финансирование. Или если Украинский Редкоство получит финансирование для этого операции. На данный момент, слава Богу, теперь за счет гранта Красного Креста мы построили мини-ферму. 30 штук, 50 курей. Это только начало. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова